Определена зона вероятного затопления территории города Шадринска. И это несмотря на то, что ожидаемый уровень воды высети по-прежнему 200 сантиметров, а максимальный 269. При случае, если гидрометеорологические условия приведут к опасному подъему воды высети до 375 сантиметров, возможно подтопление до 50 огородов, находящихся в пойме реки, площадью более 5 гектар. При 170-сантиметровом уровне воды в реке Канаж возможно подтопление двух жилых домов, а также 13 придомовых территорий и 6 огородов площадью 85 гектар. В зоне вероятного затопления в общей сложности может оказаться 53 человека. В соответствии с прогнозируемым подтоплением в городе идет подготовка к защите населения территорий. Выполнена проверка сил и средств спасательного отряда. Уточненный план мероприятия по проведению весеннего половодия, как сообщил заместитель главы города Шадринска, доведен до всех жизнеобеспечивающих служб города. Мы готовы к действиям по предназначению. Все мероприятия проведены в полном объеме. Но сейчас мы с вами видим, какая погода. Тепла до сих пор нет. В последующие 10 дней ночами все равно стоит минус. Поэтому часть влаги вымерзает. Но тем не менее, поводок все равно ожидаем. С 21 марта было проинструктировано о мерах подготовки к половодию более тысячи шадринцев. 29 марта проведена проверка автоматизированной системы централизованного оповещения населения. В ряду эвакуационных мероприятий подготовлено 16 пунктов временного размещения населения с более чем двумя тысячами мест, из которых для длительного проживания более 200 мест. В целях сдерживания внутригородского паводка с территории Шадринска вывезено более 13 тонн снега. С начала апреля также проводится работа по координации межведомственных действий. Более тысячи человек личного состава, около 200 единиц техники, 8 мотопомп и 4 паронагревательных устройства, 6 лодок, 1 насосная станция в настоящее время находится в стадии готовности к ликвидации возможного подтопления при пойменных территорий города. На 9 апреля уровень воды в сети составляет минус 48 сантиметров. Сброс с Волковского водохранилища 30 кубометров в секунду.